Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Доктор И» и мы, ее ведущие. Кирилл Рацик и доктор Ирина Першина. Сегодня в выпуске. Верните голос. Как восстановить голосовую функцию после операции на щитовидной железе? Даешь тепло. Какие продукты помогают согреться зимой? Больше, чем друг. Где и как воспитывают собак-поводырей? У представителей многих профессий, в том числе и у меня, голос является основным инструментом. И если он пропадает, появляется очень много трудностей. Причины потери голосовой функции могут быть самыми разными. Это и острые воспалительные инфекционные заболевания. Это перенапряжение голосового аппарата и, наконец, операция на органах шеи. Эффективная реабилитация пациентов с дисфониями является актуальной задачей современной медицины. Об этом хотелось бы поговорить прямо сейчас. У нас в гостях врач от Рина Ларингола, кандидат медицинских наук Эдуард Вязьминов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Эдуард Олегович, насколько мне известно, с подобными проблемами к вам в Центр эндокринологии зачастую обращаются пациенты после хирургического лечения заболеваний щитовидной железы. А что в этой операции такого и почему пропадает голос? Как правило, эти операции достаточно сложные и во время операционных процедур может повреждаться возвратный нерв, что приводит к нарушению функции гортани и всем неприятным последствиям, которые с этими связаны. Ни один хирург не может дать 100% гарантии, что осложнений не будет. Почему они возникают во время операции на щитовидной железе? Об этом мы спросили у главного научного сотрудника отдела хирургии эндокринных органов вашего Центра. Давайте послушаем. Если мы говорим о возвратно-гортанных нервах, которые иннервируют голосовые связки, точнее мышцы, которые приводят в движение голосовой складки, то основная причина повреждения этих нервов не их пересечения, а их перерастяжение. Нервы проходят на шее в борозде между трахеей и пищеводом. Естественно, чтобы их выделить и контролировать, их целостность, нужно вывихнуть как бы щитовидную железу, долю. И если нерв взаимодействует как-то с сосудами капсулы железы, то можно его действительно подтянуть. Нерв вытягивается из места впадения в гортань и перестает работать. Естественно, развивается повреждение этого нерва и не работает голосовая связка. В причинах осложнений мы немного разобрались. Теперь хотелось бы поговорить о самой реабилитации. В вашем центре разработан специальный такой современный протокол нейрофониатрической реабилитации. Давайте об этом поговорим, что он себя включает, насколько он обширен. Прежде всего мы, когда пациент к нам приходит, назначаем комплексную диагностику. И после того, как мы устанавливаем диагноз, мы назначаем реабилитационное мероприятие. Туда входит ларингоскопия, которая выполняется гибкими ларингоскопами в нашем центре, что позволяет неограниченное количество времени наблюдать за состоянием гортани, оценивать ее функцию, а также при необходимости проводить различные дополнительные обследования, в том числе установление акта нарушения глотания. Также мы обследуем пациентов, используя ультразвуковую диагностику. В некоторых случаях, если у пациента присутствует нарушение дыхания, мы используем функцию внешнего дыхания. Ну и также на всех этапах мы проводим акустический анализ голоса. После диагностики вы приступаете ко второму этапу, непосредственно этапу лечения. Что из себя представляет? Прежде всего мы назначаем медикаментозную поддержку, которая включает применение препаратов, которые восстанавливают нейромышечную проводимость. И на втором этапе мы используем аппарат нейромышечной стимуляции, который в зависимости от степени повреждения нерва выбираем адекватные режимы для наших пациентов. В норме, когда импульс от головного мозга поступает к мышцам гортани, вызывается их сокращение, рождается звук, и по чувствительным нейронам приходит отклик, то есть мозг полностью владеет всей информацией о функциональном состоянии гортани. В некоторых же случаях после оперативного вмешательства возможны повреждения нервов. На рисунке представлены повреждения миелиновой оболочки нерва. В некоторых случаях может быть нарушение ствола нерва. Ну и, конечно же, очень неприятная картина, когда мы видим полное пересечение нерва. Получается, что нейростимуляция позволяет нервному волокну как-то восстановиться? Конечно. При использовании нашей программы нейростимуляции мы воздействуем на две зоны. При данной процедуре пациент произносит определенные звуки, таким образом осуществляется центральная стимуляция мышц гортани, и также периферическая стимуляция осуществляется посредством нашего аппарата, то есть определенными импульсами, треугольной формы, и таким образом мы пытаемся взять под контроль нашу денервированную гортань. А как проводится эта процедура? Вот пациент в это время, он, не знаю, лежит, ходит, разгасидит. Как подключается эта аппаратура? Обычно процедура проводится в положении сидя. Пациенту накладываются два электрода на область шеи, также предлагаются специальные наушники, в которых звучит голос диктора. Наш пациент должен повторять все упражнения, которые он слышит, и в этот момент осуществляется стимуляция гортани. Таким образом выполняется двойное действие наших реабилитационных мероприятий. Давайте посмотрим, каких результатов можно добиться при помощи использования того метода, о котором вы нам сейчас рассказываете. На экране мы видим состояние гортани до и после реабилитационных мероприятий. На левой картинке, обратите внимание, голосовая складка ограничена в движении, смыкание голосовых складок неполное. И на левой картинке мы увидим результат уже после наших мероприятий, где голосовые складки движутся согласованно, синхронно и смыкаются полностью. То есть голос в этом случае, дыхание и глотание полностью восстановлены. У нас есть возможность не только увидеть результаты реабилитации, но и услышать. Одна из наших телезрительниц прислала нам видеообращение. Она как раз прошла подобный курс. Давайте на нее посмотрим. Я перенесла операцию на щитовидной железе, осложнением после которой стала потеря голоса. Это очень тяжело, жить без голоса. Я ходила по врачам, занималась с фониатором, но результаты были очень незначительные. В поисках решения проблемы в интернете я нашла информацию об эндокринологическом центре. Записалась на прием. Доктор посмотрел меня и назначил курс нейрофониатрической реабилитации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Всем... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.